разные вещи, то есть это нужно отличать совет, то лично я не знаю откуда взялся с антропы РП. И все это было, ну, вроде как более-менее понятно для большинства людей, сколько человек вообще на Аризона Мобайл играет. Новое видео выходит каждый день в 20.00. Ролик сделан при поддержке Аризона РП. Вся дополнительная информация в описании. Пока особо каких-то, знаете, серьезных новостей в нашем дорогом мобильном сегменте GTA Sampo не происходит, нужно немного помечтать о каком-то таком, знаете ли, будущем. Возможно, у нас даже еще настоящее-то особо понятно не сложилось, но мы уже, знаете ли, подумаем немножечко так о будущем. Предыдущий ролик из вот такого подобного формата, где я, так знаете, дискутировал, вел такой, знаете ли, монолог на тему того, а вот что будет, если там то-то, сё-то туда-то, сюда-то с Аризона Мобайл. И вам вроде как все это зашло, и вы вроде как сказали, что вот, мы хотим посмотреть там, как будет с Барвиха рулиплей, мы хотим посмотреть, как там будет с Сантропе рулиплей, со всеми прочими вещами. Сразу же хочу сказать, что он играл из вот вообще всех мобильных проектов, всех мобильных серверов, я только на Аризона Мобайл, потому что это мой, знаете ли, ну можно сказать, генеральный спонсор абсолютно. В каждом ролике, выходящем на моём канале, есть, так или иначе, реклама Аризона РП. И вообще с данным проектом я знаком, данному проекту я доверяю, и данный проект я в полной мере могу рекомендовать другим людям. Потому что я, в отличие от некоторых, знаете ли, других людей, отличаю, типа, посоветовать что-то там, знаете ли, на правах рекламы, либо просто там, знаете, ну вот чисто тебе так, а на первый взгляд понравилось, ты что там советуешь, и что-то наподобие того. Либо же рекомендация, это я, вот лично я считаю, что это разные вещи, то есть это нужно отличать совет, и вот рекомендация. Когда ты говоришь рекомендует, ты должен быть уверен в конкретные, вот знаете ли, в конкретном продукте, в конкретном товаре, в конкретные, возможно, услуги, на все, если даже не 100%, то хотя бы 99,9%, потому что кто может знать, что произойдёт завтра, послезавтра, вот со всем этим. И Arizona Roleplay, Arizona Mobile, и всё вообще исходящее от всего этого, я могу вот в полной мере рекомендовать, потому что я со всем этим был знаком, я на всё это как минимум один раз заходил, как максимум, я, знаете ли, а мог поиграть долго, я мог посмотреть какие-то обзоры, я мог составить вообще своё какое-то цельное мнение по поводу всего этого, и после этого уже, знаете ли, рассказывать обо всём этом вот конкретно людям, которые смотрят меня, которые на меня подписываются, которые моему мнению, возможно, доверяют, потому что мне, знаете ли, часто пишут, мол, слушай, посоветуй-ка нам АКРМП проект, вот на котором можно поиграть на андроиде, или посоветуй нам мобильный проект, на котором можно поиграть на GTA сам андроиде постоянно, я вот во всех этих догадках теряюсь, но ладно, давайте мы поговорим немного о доверии, обо всём остальном позже, тем более, что у меня уже были подобные видеоролики на моём вот этом вот канале, а если кого-то всё это заинтересовало, вы можете зайти, посмотреть, и как бы, ну, быть уже более-менее вот во всей этой теме, но ладно, сегодня мы поговорим, ну, немного о другом, да, сегодня мы поговорим о будущем Сантропе, которая может ждать данный проект, там, я не знаю, через месяц, через год, возможно, вообще ничего подобного с Сантропе не случится, и вот всё у них останется так же, как у них есть на данный момент, но ладно, давайте начнём вообще с того, что лично я не знаю, откуда взялся Сантропе РП, вроде как там были какие-то проекты, вроде как они появлялись, вроде как там через какие-то костыли-костыли-костыли можно было заходить, Они появлялись в таргетированной рекламе ВКонтакте, они появлялись во всех прочих вещах. И все это было, ну, вроде как, более-менее понятно для большинства людей. Но вот в остальном-то, что такое Сантропе? Как Сантропе РП смог занять вот такую вот, знаете ли, позицию среди абсолютно всех мобильных, не то что САМП-проектов, а еще и КРМП-проектов? Ведь если сейчас вы зайдете в мониторинг в том же самом Лайфмобайле, то вы сможете увидеть три позиции, две из которых будут принадлежать как раз-таки этому самому проекту. Сантропе РП и где-то там, знаете, в серединке более-менее там как-то затесался вот этот вот Блэк Рашек РМП. Потом там идет Мордор ролеплей, потом Онлайн ролеплей, Флинн ролеплей. И проект моего, знаете ли, замечательного то ли друга, то ли нет, Андрюхи Сукре. Как бы, ну вы сами должны все это прекрасно понимать. И понимаете ли, в чем дело? То есть вот Сантропе каким-то образом смог завоевать вот этот вот, знаете ли, рыночек. Непонятно как, потому что лично я вот ослышал только о проекте Андрюхи Сукре. Я слышал там о Флинн, о Мобайл, потому что они там, знаете ли, какую-то вот эту вот, о несчестную конкуренцию постоянно затевали. Видел вроде как там то ли у Ангела Косада, то ли еще у кого-то тоже там вот закупают, мол, рекламу эти мобильные все сервера. Но вот Сантропе я услышал чисто от людей, чисто как, знаете, по сарафанному радио все это разносилось. И для меня стало откровением, что они занимают такую большую долю вот этой вот всей сферы, вот этого вот всего рынка, если так можно сказать. И понимаете ли, в чем дело? Тут сложно сказать, что будет Сантропе. Но зайдя, в принципе, в какие-то паблики, вот посвященные, допустим, той же самой оборвихе рулиплея или там, допустим, тому же самому Сантропе РП, то мы как-то особо сильно жестких каких-то обновлений найти и не сможем. Возможно, потому что они были раньше и вроде как раньше там они добавили много всяких разных систем, много всяких разных вообще фишек, которыми люди сейчас на этом самом проекте пользуются. Я лично не знаю, но вот лично как сейчас посмотреть, что-то вроде как подзабил Сантропе. Это, опять же, только мои догадки. То есть вот то, что я вижу, то, что Сантропе вроде как немного на все это, но подзабил. Вот то есть что-то такое подобное оно есть. Но в целом, что могу сказать, Сантропе РП это на данный момент топ-1 проект в GTA Sampe на антроиде. Только потому, что мы не можем узнать, сколько человек вообще на Arizona Mobile играет с телефона. Ну, вернее, на Arizona RP играет с телефона при помощи Arizona Mobile. Этого мы узнать, к сожалению, не можем. Мы не можем предположить примерную вот эту вот, знаете ли, долю, занимаемую Arizona RP во всей этой сфере мобильной. И как-то рассуждать обо всем этом, ну, типа, ну, что-то такое. Единственное, что я слышал последнее про Сантропе, это то, что у них там есть барвиха ролеплей. То, что там когда-то давно я слышал, что они открывают новые проекты, новые сервера, там что-то такое. Но особо сильно, особо как-то, знаете ли, тут предположить, что же будет с Сантропе, там, я не знаю, через месяц, через день, через неделю, через всё-всё-всё прочее, я не могу. Возможно, люди, игравшие на этом сам Сантропе РП в комментариях мне объяснят, что же всё-таки будет с этим проектом. Потому что лично я вот какого-то особого такого будущего, какого-то особого, знаете ли, предсказания и всего прочего найти не могу. Вроде как люди играют, вроде как людям всё нравится. Но опять-таки в комментариях можно найти недовольных людей, недовольных как раз-таки вот этим вот сам Сантропе. При том, что вроде как они работают намного стабильнее, чем та же самая Аризона Мобайл, которую я всем рекомендую, которую я всем советую. И которую я считаю, что вот она просто не то, что безупречна, а просто она стабильна. И вот, если ты донатишь, допустим, на Аризону РП, ты знаешь, что деньги идут в какую-то такую более... Ты то есть в этом уверен, что твои деньги, которые ты задонатишь, они пойдут в какое-то правильное русло. Либо на ютуберов, либо на обновления, либо там на ещё какие-то прочие вещи. В Сантропе я даже не знаю, кто там создатель, кто там основатель, кто там пиар-менеджер и всё-всё-всё прочее. Поэтому мне лично вот предположить о чём-то таком, ну как-то достаточно сложно, проблематично. И вообще, ну не то, чтобы невозможно, но в целом как бы, ну, такое себе. Однако вы можете написать в комментариях свои предположения по поводу всего этого. IP Аризона Ролеплей Феникса, также мой телеграм-канал. Вся эта информация находится в описании. Под данным видеороликом заходите туда, ознакомливайтесь со всей информацией. И всё у вас будет хорошо. Всем спасибо за просмотр. Всем, разумеется, до свидания. Пока. И вообще, увидимся завтра тут в 20.00. Либо немного попозже, либо немного пораньше. Я не знаю, мы на всё это посмотрим. А, да. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok